КФУ 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 К слову, речь сошла и о льготном кредитовании от ПАО «Сбербанк России». Как сообщалось ранее, Казанский федеральный университет покроет 5% от размера процентной ставки кредита на образование. Само тело кредита будет погашаться после окончания учебы. В данной ситуации, когда человек берет кредит, он должен знать, что он идет на ту работу, которая будет востребована, и у него будет возможность. Там же есть тоже вот это вот условие, что он же должен не просто взять кредит, его же отдать, это тоже надо, а для этого он должен устроиться на работу. Много вопросов от телезрителей было и по поводу экономического образования в КФУ. Как было отмечено, в последние годы в Институте управления экономикой и финансов бюджетные места сокращаются, а проходной балл повышается. Наиля Багудинова призвала абитуриентов как можно раньше определяться с будущим направлением, и особенно если дело касается образовательного кредита. То есть мы пытаемся взять модели западного мира, где очень дорогое образование и кредитование, то есть люди отдают после устройства на работу достаточное количество времени. То есть вот пандемия, во что надо вкладываться? В евро, в доллары, в золото? Ну да, это вот продолжение того, брать кредит, брать куда вложиться, куда вообще не суваться может быть. Я отвечаю только одно, надо вкладывать в себя, в свое здоровье и в свое образование. Потому что повышение профессиональных компетенций всегда даст, помимо интеллектуального превращения, в том числе и материальное. Полную версию прямого эфира можно посмотреть на телеканале Универ ТВ 13 и 15 августа в 19.40, а также на YouTube-канале Универ ТВ. Диана Желенкова, Универ Ньюс.